Слава Алкатову на кафе саджудином. Пожалуйста. Сердечно приветствую вас от имени Центрального Духовного Управления Мусульман России. Ассаляму алейкум ва рахматуллах и тааля ва баракяту. Эта тема, она не нова. К сожалению, в 2020 году, в связи с большой бедой, которая охватила и нашу сторону, и все страны мира, пандемии коронавируса, мы начали мало об этом говорить. Да, пандемия – это беда, но в то же время испытания для всех нас. Сегодня мы даже в некоторое время, несколько месяцев были вынуждены прекратить и пятничное богослужение, массовые мероприятия, посвященные каким-то датам, даже проведение богослужений, праздничных молитв. Но слава Всевышнему и органы здравоохранения, все наше государство прилагает огромные усилия для того, чтобы предотвратить эту беду уже во всем мире впервые в нашей стране, и прививки изобретены. И, даст Бог, победим и эту беду. Но экстремизм, тем более самый изощренный его, ведь религиозный экстремизм, и терроризм – это такая беда, для которого прививку придумывать невозможно. Она должна быть в нашем естестве. То, что касается религиозных организаций, верующих традиционных конфессий, православия, ислама, иудаизма, во всех священных писаниях, будь то в Торе, Библии или в Коране, говорится, что основная цель неспослания священных писаний и сути проповеди всех постановников Божьих за всю историю человечества была одна – установить божественный миропорядок. А он зиждется только на любви. И в Библии говорится, возлюби ближнего. И пророк Мухаммад, саллиллах алейкум, говорил, ни один из вас не будет, не сможет стать настоящим искренним верующим, пока не будет любить и желать другим то, что любит для себя. А другим это не касается только единоверцев. А всего человечества, даже неверующих, на самом деле неверующих и нет. Я в жизни за 70 лет даже одного десятка настоящих неверующих не видел. В жизни человека проходят различные периоды и детство, и юность, и зрелые годы. И поэтому взгляды человека, его мировоззрение меняется. И уже почти что три десятилетия по нашей стране, да и в мире, идёт духовно-нравственное возрождение. И это духовно-нравственное возрождение не должно нас отдалять друг от друга, как в этой пандемии. Потому что экстремизм и терроризм это страшнейшая болезнь. Потому что поражает разум не только почки, не только лёгкие. Разум и сердце поражает. Вот чтобы этого не допустить, и Всевышний, создав весь мир, и всех нас, и во всех священных писаниях утверждается Всевышним, что мы от Адама и Евы, то есть одна единая семья, ненависти и противостояния быть не должно, но когда у человека есть истинная вера. Об этом даже приводя цитаты и из Торы, и из Евангелия, и из Священного Корана, и священных книг буддистов, говорил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин на недавнем нашем совещании, на встрече тоже онлайн. Мы священнослужители, в какой бы конфессии ни относились, это прекрасно знаем, и об этом говорим во всех наших выступлениях. Но не только на пятничных или праздничных проповедях нужно говорить об этом, о том, что взаимоотношения людей прежде всего, как мы относимся к друг другу, должны строиться не только на взаимоположении, взаимопонимании. Оно должно закрепляться сердцем. Это творение Всевышнего, каждый человек, как к окружающей природе, к животному миру. Даже здесь пророк Мухаммад, саллиллах али-васалям, когда его спросили, неужели даже отношения наших животных, к природе, даже за это мы будем спрошены, хороб Мухаммад, саллиллах али-васалям, говорил, несомненно, и за это будете в ответе. Бережнее отношение к окружающей среде, но прежде всего отношение к людям. Каждый человек является наместником Бога на земле. Божественный план претворят в этой жизни. И его успешное выполнение может быть только в братском отношении к друг другу, во взаимопонимании, взаимоуважении, в мире и согласии. И на земле нашей отчизны уже веками этот золотой стержень взаимоотношений наши предки нашли и прежде всего руководствуясь традиционными духовно-нравственными ценностями, заложенными в священных писаниях Всевышним Творцом. Поэтому возбуждение вражды, ненависти экстремизм и терроризм является высшим выражением неверия, отрицания и Бога и священных писаний. Мы священнослужители, мусульмане, христиане, православные христиане, иудеи, какой бы традиционной конфессии мы не относились, должны понимать, что это основная суть послания Всевышнего за историю человечества и уделять этому огромные отношения. Например, в исламе тоже есть покаяние, так же, как и в других традиционных конфессиях, но грехи у нас подразделяются на две части. Первое – это прогрешение греха перед Всевышним. Если молитву не вовремя исполнил или забыл, посты, поклоны, это взаимоотношения между человеком и Богом. Он по милости своей несомненно простит. Даже в течение семи часов пророк Мухаммад саллиллах алейкум говорит, эти грехи не записываются, может, он покаяться, может, перестанет грешить перед Богом. Но есть грехи в отношении личности, человека. Когда попраны чьи-то права, нанесено оскорбление или вред и убыток, тысячу раз, если даже человек, совершивший ее, покается, это покаяние Всевышним не принимается, пока этот человек не подойдет тому, кого оскорбил, кому принес вред, и пока он не простит. А оставлять на судный день это совершенно неприемлемо. Тогда никакое покаяние, а только взвешивание грехов и добродетелей. Поэтому во всех наших общениях, выступлениях, будь то по телевидению или сейчас, вот, например, даже эти наши проповеди в мечетях. Мы сейчас начали практику вот в этом году в инстаграме трансляцию всех богослужений, проповедей в основной части, чтобы дошло даже до тех, кто не смог мечеть в храмы, и оно дает положительные результаты. Сотни и тысячи людей смотрят это. Они ограничиваются только мечетью, тем более, когда мы вынуждены вводить ограничения и для верующих в участии в массовых богослужениях. И тем более мы вот на встрече с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путином говорили и о том, какая огромная ответственность сейчас ложится на духовенство традиционных конфессий. святые референдумы, на котором приняты поправки к основному закону Конституции нашей страны. Да, мы помним и то, что многие годы, больше семи десятилетий утверждалось, что религия отделена от государства. Да, она отделена. и у нас никакого недопонимания этого нет абсолютно. И слава Богу, что отделена. А то различными законами, установками, может даже пятикратную молитву, 15-кратные могли бы депутаты как-то надумать и принять такие поправки о постах или уменьшить, или добавить. это установлено Богом. И не нам, даже верующим и духовенству что-то в этих богослужениях, обрядах изменять. Это установлено Всевышним. Но мы, граждане своей великой державы, участвуем во всех выборах. И на этом референдуме мы, правоверные мусульмане, с искренним сердцем и радостью голосовали за принятие этих поправок. Они касаются и экономической, и политической жизни нашей страны. Но их главнейшее в том, что сейчас в нашей Конституции упоминается и о Боге. О том, что вера в Бога традиционные духовно-нравственные ценности являются наследием наших предков. Это после трех лет с 1917 года, когда никакого упоминания о Боге, об этих духовно-нравственных ценностях совершенно не было всем государством. и эти поправки приняты не случайно, это не оговорка никакая. Это стержень того, что 193 народа нашей великой отчизны, мы сохранили веру и крупицы этих духовно-нравственных ценностей. И сейчас деятельность духовенства, религиозных организаций несомненно будет претерпевать изменения, налагать огромную ответственность не только на речении имени вновь родившимся или венчании и поминки, похороны. Мы уже сейчас за последние 20 лишних лет участвуем и в общественной жизни нашей страны, в укреплении мира и согласии между последователями традиционных конфессий, между всеми народами нашей великой державы. Это составляет цемент, монолит нашей страны. Это не просто добровольная деятельность, это священный долг не только законом Конституции, но и Богом установленный для всех нас призыв к миру и согласию, к взаимопониманию, уважению друг друга, заботы о младших, о детях, о внуках, о последующих поколениях. Это прививка, как вот в детстве от кори или других болезней или прививки делают, так же и своим детям. И пророк Мухаммад об этом очень ясно сказал. Каждый ребенок приходит в этот мир с естественной верой, которая вложена Всевышним, так же как душа. А потом родители. Родители. до совершеннолетия воспитывают христианами, иудеями или даже язычниками. А мы, правоверные мусульмане, несомненно, должны воспитывать своих детей и внуков верующими в Бога, любящими отчизну и во взаимоотношениях и с родителями, и с братьями, и с сестрами, и с одноклассниками, и на улице, и на работе, везде, и в школе, чтобы относились друг к другу, как к своим братьям и сестрам. Это не только нужно, это необходимо для того, чтобы человек в своей жизни ощущал спокойствие и в душе, и в разуме, и чтобы счастье этого и вечного мира стало для него благодатью от Создателя. И поэтому сейчас нам нужно еще больше усилий прежде всего, я думаю, направить на внедрение основ традиционных конфессий молодежи. В школе это уже началось по предложению Межрелигиозного Совета России во главе с его Святейшим Патриархом Кириллом основой культуры и истории традиционных конфессий. В армии и православные и мусульманские священнослужители проводят работу. Сейчас в Министерстве обороны образована рабочая группа для того, чтобы религиозные организации традиционных конфессий еще больше могли уделять внимание по работе по воспитанию и доведению основ традиционных духовно-нравственных ценностей нашим солдатам. Но этим только ограничиваться невозможно. И сейчас мы уже несколько раз обсуждали на Межрелигиозном Совете вопрос о введении уроков нравственности в школах. это с самого начального образования до завершения и в вузах. Потому что мы видим совершенно как многие страны Запада и других уделяют внимание тому, чтобы внести раскол и недоверие во взаимоотношении народов нашей страны. То, что произошло на Украине и раскол в православной церкви Украины мы видели с огромной болью и тревогой то, что происходило в Белоруссии и даже в межнациональных отношениях, как это в Киргизии. Убаюкаются абсолютно нельзя то, что сейчас с пандемией боремся. И я искренне благодарю Романа Николаевич и Министерство региональной информационной политики Оренбургской области Муфтия Альфид Хазрата за то, что вы организовали вот эту нашу встречу и эту конференцию. И, несомненно, из итогов референдума июльского по внесению поправок в Конституцию основной закон нашей страны вытекает и необходимость развития и укрепления государственно-конфессиональных отношений. Духовная безопасность и духовное пространство нашей отчизны должно быть ограждено от всех попыток привнесения экстремизма и терроризма в духовную сферу нашей отчизны. Мы должны совершенно ясно понимать, что это не просто какой-то мухомор, который вырос среди нас экстремизм и терроризм. На самом деле это зараза, которые упорно и последовательно пытаются внести в нашу страну. Так же, как разделили весь исламский мир, как это было и в 80-е годы, и в 90-е годы. Но, слава Богу, государственное конфессиональное отношение, поддержка государства традиционным конфессиям, она явно дает свои плоды, огромное внимание уделяется и президентом нашей страны государственной думы сейчас новые поправки в сфере законодательства в отношении религиозных организаций должна приниматься Господь, иншаллах. И я сердечно вас благодарю и надеюсь, что и региональное духовное управление мусульман Оренбургской области и совместно с религиозными организациями Русской Православной Церкви, и идейских организаций будут выступать единым фронтом против экстремизма и терроризма. А профилактика на 24 часа в сутки не должна ни на минуту приостанавливаться. Это наша страна, наша отчизна, и от наших усилий в немалой мере зависит мир и спокойствие на земле нашей Родины. Добрых успехов, благодати и благословения Всевышнего вам всем желаю. Вассаляму алейкум и рахматуллах. Спасибо за внимание.